Это так было давно, в другом веке, между прочим, и в совершенно другой стране. Так что же это все бедить да вспоминать? Конечно, мы много лет снимали эту картину, масса было все смешного, когда собака снимала. Потому что, естественно, не человек все запомнить не может. Различные казусы. То, что фразы придумываются, я никогда ничего не придумываю. Я считаю, что это не мое дело. У меня есть актерские задачи. Но очень много Ирины Васильевны зеленой придумывала. Вообще, каждую фразу сама придумывала. Она, вернее, ее так переначивала, переставляя слова и передвигая. В результате уж любая фраза становилась у нее репризой. Да очень просто. Раньше были кинопробы. Приглашали на кинопробы. Кто-то, очевидно, еще пробовал. В результате кинопроб, худсовет утверждал кого-то. Вот таким образом меня утвердили. Я начал сниматься. Все было хорошо. Худсовет был. Нельзя было просто тетю Маню снимать. Все это повышало уровень только. Были редакторы, худсоветы. Уровень какой-то был. Поэтому были хорошие фильмы. Целая фабрика кино. Потом только наступает момент отбора. Или, может быть, сразу. Может быть, я думаю, что на Василия Борисовича Леванова это было сразу поставлено. Как бы вообще фильм на него делался. Остальные роли подбирались актеры. И подобрались неплохие. Были утверждения. И пошла работа. Сам по себе актер не может ничего там делать. Все это делается с режиссером. Потому что из точки зрения, как снимается. Немаловажно было присутствие оператора. Первые серии снимал Юрий Векслер. Замечательнейший оператор Ленфильма. И его какие-то соображения или замечания. Актеры, по-моему, все, по крайней мере, я, беспрекословно выполняли. Потому что если он говорил, что чуть-чуть правее, то надо было чуть-чуть правее сделать. Потому что тогда свет уходит. И получается другое состояние. Если чуть-чуть вот так исполнилось, значит, нужно так сделать. Потому что это только помогает. Так что это все вместе делать. И актеры друг другу что-то разыграли, помогали. И все это весело довольно делалось. Ну, ведь это очень много серий. Все снималось в разных местах. К сожалению, в Англии мы не были, чтобы там снять. Потому что тогда не дали возможности такое. Весь фильм снимался в Советском Союзе. Дом, где табличка 22 биц, это снимался в Риге. Но это вообще кому какое имеет. Там даже иногда и курсы теперь проводят. Вот здесь снимался этот фильм в Риге, я знаю. Где Домский собор. Но в этой точке снимались почти все фильмы, снимавшиеся у нас в Союзе, о Западе. Потому что очень напоминало что-то такое. Так что на каждом углу там бывало, одновременно снимали несколько картин. Вот. Затем в Ленинграде там много особняков настоящих. Есть английские, просто вывезенные из Англии. Это еще императорской там фамилии. Вообще Ленинград хранит много европейских зданий, интерьеров. И он вообще сделан в европейском плане. Так что можно все снимать. Ну-ка, может быть, лучше было бы и в Лондоне снять. Но я потом съездил в Лондон, посмотрел. Я думаю, что у нас более английское все, чем у них там на 22 биц. Тем более, что совсем не на 22 биц от музея находится. Ну что, мы там жили, что ли, думаете, на площадке? Восемь лет это не подряд же снималось. Фильм снимался очень быстро, в течение двух-трех месяцев каждый. Потом были паузы. Ну, то, что приходилось в поезде. В основном мы с Василием Борисовичем Ивановым разъезжали вместе, потому что такая пара и в поездах, и в гостинице. Ну, обычно встречали нас после поезда рано и везли куда-то в гостиницу. Иногда и не встречали. Тоже было такое. Мы одни стояли на вокзале. Так было с Ириной Васильевной Зеленой. Нас привезли в гостиницу, в очень плохую гостиницу, напротив московского вокзала. Московская гостиница такая. Страшные, скрипящие всякие двери и половицы. И куда-то все исчезли. И час, два, три проходят. Никто не появляется. Как будто нас забыли. Мы сидим с Василием Борисовичем, у кого-то из нас в номере. Вдруг раздается телефонный звонок. Он говорит, да-да. И там голос Ирины Васильевны Зеленой. Говорит, Васечка, может быть, пора брать языка? Сказала она. Вот такие, да, она пересопала. И она очень остроумная была. Ну, значит, хороший фильм, просто-то говоря, если недолго говорить. Был бы плохой, его бы тогда не переводили ни во что. Значит, хороший фильм. Почему? Потому что талантливые люди снимали. А кроме того, хороший материал. Это очень... Ну, правда, из хорошего можно плохой фильм сделать. Никто никогда не знает, что получится. Но, по крайней мере, приличная работа всегда радует. Что касается нас, то каждый раз нужно все делать заново. Много раз ведь играется классика. Я в Малом театре пока работаю. И в основном играю классики. Тысячи раз каждую пьесу поставили. И она делается как бы заново. Она относится только к этому году. Называется тогда современное решение. Так что, вот если грубо говоря, любое произведение начинается заново делается. Так же было и с этим фильмом. Естественно, вот так получилось, как тогда делали. Может быть, сейчас бы снимали. Но он был бы несколько другой. И может быть, не такой удачный. Все имеет свой конец и начало. Надо вовремя останавливаться. Ну, считай, вовремя остановились. Не надо ничего продолжать. Пусть другие продолжают. Вы представляете, как снимается кино? Вы думаете, вот так вот садимся, музыку включаем. И начинаем играть. Камера едет. Все же не так. Идет шум, гам. Приезжаешь с поезда. Вот маленький кусочек снимается. Какая музыка? Это нужно в голове иметь. Эту целостность. А никто ничего не слышит. И не слушает. И никто не знает, как дальше будет. Какие случайные обстоятельства изменят дальнейшие. Какие-то события. Но это не нужно совершенно актерам. И никогда не надо под музыку что-то играть. Это есть такие режиссеры, которые под музыку снимают. Но это все им помогает. Режиссерам они. Есть операторы, которые, снимая, себе напевают какие-то там. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. У нас один оператор такой был. Кто все время? Стоп! Кто это там поет? Никак не могли понять. Это когда оператор тряпкой черной закроется и напевает. Он играет в такую игру. Но так не делает. А Юрий Вехтель, могу сказать, что выдающийся оператор. Очень талантливый человек. Родившийся вообще на Ленфильме. Он ничего не заканчивал. Это как бы самоучка. Но все знал. Когда мы, актеры, приезжали на съемочную площадку, приходили на съемочную площадку готовые, то в это время уже весь свет был поставлен. Мы спрашиваем, как это ты умудряешь так делать? Говорят, это система такая. Создает на весь фильм. Это не то, что когда приходишь и 8 часов ждешь, пока оператор елозит по всей площадке. Тебе то здесь бэбик, то здесь свет уберут, то туда. И пока не уморят всех актеров, как будто они самое главное. До тех пор не снимают. У него было с самого начала все поставлено. И как будто за ним задержки не было. Конечно, там незаметно что-то еще происходило. Но у него была группа замечательная. Все операторские, световики, которые все его понимали, быстро делали. Он сидел на репетиции. Он там не находился на площадке. Когда мы в комнате репетировали перед съемкой, он сидел на репетиции. И там что-то соображал свое. И что-то, очевидно, и подсказывал. Но он очень малоговорящий был. Но уж если что-то говорил, значит, очень правильно и точно нужно прислушаться. Изумительный человек. Я надеюсь, что фильм не слишком постарел. И технические возможности дали улучшить его и омолодить. Так что я думаю, вы будете смотреть с таким же удовольствием, как смотрели вы в юные годы. А те, кто не видел его, те будут смотреть как новый фильм. И получать такое удовольствие. Мне бы хотелось в это верить. Всего вам доброго.